МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Туризм. Я, Виктория Громашова, приветствую вас. Испанский город Сеоде-Уржель входит в состав автономного сообщества Каталонии, провинции Лериде. Численность населения составляет всего 13 тысяч человек. Сегодня город является спортивным центром и культурной столицей области Пиренеев. Давайте сейчас вместе со мной отправимся в этот средневековый город. Испанский город Сеоде-Уржель славен своими средневековыми зданиями и старинными сооружениями, а также тихими безлюдными улочками, где приятно прогуливаться, рассматривая местные достопримечательности. Город лежит далеко за пределами Андорры, однако местные жители называют его испанскими воротами в Андорру и часто причисляют себя к подданным этого крошечного государства. Начиная с IX столетия, Ля Сео, так поселение называли горожане, был резиденцией епископов и графов Уржельских, испанских принцев, соправителей Андорры. И до сегодняшних дней епископ Уржельский вместе с президентом Франции является соправителями соседнего государства Андорры. Одним из наиболее выдающихся сооружений Каталонии и этой местности является кафедральный собор XII века Кафедрали де Санта Мария, построенный в романском стиле. Несмотря на то, что собор неоднократно подвергался различным реконструкциям и переделкам, он сохранил свои первозданные очертания с тех пор, как был построен. Одним из почитаемых святых Римско-католической церкви и покровителем Уржельской епархии с XI века считается епископ Эрмингол. После кончины его мощи находились в Кафедральном соборе, однако во время гражданской войны в Испании они были утеряны. В наши дни в память о святом в городе Сеуда Уржель ежегодно проходит специальный культурно-исторический фестиваль. Внутри собора расположен уникальный музей, единственное в своем роде собрание фресок, плюс редчайший экспонат тысячелетний Беатус, иллюстрированный рукописный манускрипт с описанием апокалипсиса. Находясь в храме, интересно наблюдать за процессом католической службы. Наши съемки, можно сказать, уникальны, не всегда разрешают фотографировать и тем более вести съемки в кафедральных соборах. Интересно, что к кафедре могут выходить читать строки из Святого Писания, как мне объяснил эгид, простые прихожане. А теперь давайте пройдемся по городским улочкам. Как водится в Испании, центральная улица в каждом городе называется одинаково – Рамбла. Нам это знакомо. В каждом российском городе тоже обязательно есть улица Ленина. Рамбла, кстати, вовсе не фамилия какого-нибудь политического деятеля. С арабского перевод слова звучит очень красиво. Дорога, проходящая по высохшему руслу реки. Вдоль улицы высажены деревья, ветви которых сомкнулись и образовали словно навес от солнца или крышу от дождя. По всему городу были развешаны пролговатое сооружение в виде рыбы или башмака, напоминающие лодки каноэ. Я приехала в Сео-де-Ужель, когда здесь проходил чемпионат мира по каноэ-слалому. Может, поэтому местные улицы были безлюдны, так как все жители отправились на чемпионат. В городской низине построен искусственный водный канал, со спортивной трассы международного уровня. Туда, прямо с центральной улицы, можно спуститься на лифте. На чемпионат приехали спортсмены со всего мира. Представителей прессы тоже было не счесть. В пресс-центре можно было получить всю необходимую информацию о ходе соревнований и сообщить СМИ своей страны о его результатах на каждом этапе состязаний. Кстати, на это соревнование прибыла группа и наших российских спортсменов. Три дня шло состязание среди участников. Я попала на последний, заключительный день. Но о самом чемпионате мира по каноэ-слалому и его результатах я вам расскажу в следующем сюжете. Недавно в Испании проходил чемпионат мира по гребному слалому. Наша сборная команда из России тоже принимала участие в этом соревновании. Давайте сейчас вместе со мной отправимся на чемпионат мира и посмотрим, как проходило состязание и чем закончилось для наших спортсменов. 32-й чемпионат мира по каноэ-слалому проходил в испанском городе Сеуде-Уржель. Именно там находится Олимпийский канал со сложной спортивной трассой международного уровня в состязаниях каноэ-одиночка и каноэ-двойка. Кстати, первый чемпионат по каноэ-слалому состоялся 60 лет назад в 1949 году в Швейцарии. Ли годы и слалом на бурной воде становился все более популярным видом гребли на байдарках и каноэ, который пустил корни во всех странах мира. На его представители больше не смотрели как на экстремалов, а воспринимали как спортсменов, которые занимаются сложным и зрелищным видом спорта. В программу Олимпийских игр гребной слалом вошел лишь в 1972 году. В природе встречается масса рек, которые могут выступать моделями для слаломских каналов. Но использовать подобные реки круглый год невозможно по ряду причин. Часто они расположены в труднодоступных местах, вдалеке от населенных пунктов, где нет никаких коммуникаций. Поэтому большинство из естественных рек непригодно для проведения соревнований. Сегодня во многих странах сооружены специальные искусственные каналы, в том числе и в России под Великим Новгородом в поселке Акуловка. Там в 2002 году был построен гребно-слаломский канал со сложной трассой международного уровня. И вот уже второй сезон подряд ведущие спортсмены нашей страны тренируются и проходят этап отбора на Олимпийские соревнования именно там. Но вернемся на чемпионат Сео де Уржель, где болельщики громко и весело поддерживали своих фаворитов, сопровождая участников соревнований по всей трассе. На чемпионате мира 2009 года были разыграны 8 комплектов наград в индивидуальных и командных соревнованиях. Вручение медалей, как всегда, проходило в торжественной обстановке. На пьедестал почета выходили победители по кону и слалому. По статистике и итогам всех соревнований в этом виде спорта наибольшее количество золотых медалей завоевывают спортсмены из Германии. Почти 90 медалей. За ними, с небольшим отставанием, следуют Чехия, Франция и другие страны. Команда российских спортсменов вышла в отборочный тур, но, к сожалению, не выбилась тройку лидеров. Мы заняли лишь 9 место. Самый значительный российский успех состоялся на Олимпиаде в Пекине, в 2008 году, когда Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов завоевали бронзу в Кануе-двойке. Мне осталось лишь порадоваться за успехи и победу спортсменов из других стран. Очень трогательно наблюдать, когда видишь слезы радости у сильных и выносливых женщин-спортсменок при исполнении гимна своего государства. Наша российская делегация журналистов, пообщавшись с представителями областной власти провинции Лериде, которая входит в состав Каталонии, сфотографировалась для местной газеты на память о состоявшихся событиях в Сеуде-Уфре. Сеуде-Уфре. Смотрите программу «Туризм» и вы узнаете много интересного о разных странах мира и российских курортах. До новых путешествий! Субтитры создавал DimaTorzok